Привет, друзья! Приветствую вас на канале Squadboard Shop! И сегодня вновь мы будем говорить нет, не совсем о скейтбординге. Как я уже говорил, на скейте кататься не умею. Зато знаю много про коллабы. Про них и будем сегодня рассказывать. А именно про очень, не побоюсь этого слова, артистичный, эротичный и во многом мрачный коллаб фирмы Hav и такого художника, как Фрэнк Фрозетто. Не переключайте ваши YouTube-каналы! Вообще всем известна такая фраза, что художника обидеть может каждый. И в начале карьеры, я думаю, господина Фрозетто действительно очень и очень часто обижали тем, что сильным и вообще нормальным художником его не считали. Ну действительно, какие-то юношеские увлечения фэнтези, комиксами, какие-то рыцари, дьяволы, демоны, полуголые женщины. Это все не тянуло на какую-то серьезную живопись. Поэтому человек особо про какие-то галереи и не думал. А чем он занимался? В основном иллюстрировал книжки фэнтези. Писал для них обложки, иногда делал прям целые иллюстрации для издания, как, например, для книжки Берроуза Джон Картерс Марса. Кстати, сейчас эта книжка является коллекционным изданием. Именно первое издание не только с его обложкой, но и с иллюстрациями внутри. Ну, в общем, этот человек создал свой неповторимый фэнтези стиль в живописи и со временем стал популярным. Если изначально его работы были только на каких-то, скажем так, около второсортной литературе, то потом он начал рисовать и картины, которые сейчас продаются за очень большие суммы денег. Например, одна из последних покупок на аукционе за его картину оригинал составила миллион долларов. Однако, что мы все говорим о каких-то, скажем так, теоретических вещах, давайте прям непосредственно перейдем к его картинам, которые представлены на коллабе с Хав. Мне вот очень нравится вот эта простая футболка. В принципе, ну, стандарт, да, черная футболка, сзади фразета и Хав, надпись. Что интересно, да, что Хав обычно они не любят свой логотип как-то изменять, но здесь решили таким же шрифтом, как и фамилия художника на его картинах. А спереди изображена одна из культовых картин этого художника, даже серии картин Death Dealers. То есть вот этот персонаж, так сказать, торгующий смертью, который здесь изображен, изначально это реально была просто его картина. Это был такой некий демонический воин, который внес смерть, разрушение, все время дрался. Ну, словом, как Портос, да, я дерусь, потому что дерусь. Но эта картина была настолько яркая, эта картина настолько была живая, что постепенно люди начали делать книжки, основанные на этой картине. Да, не иллюстрации художник рисовал, а на основе картины люди пишут книжку, на основе картины люди рисуют комиксы. Даже была попытка экранизации этого произведения, но решили, что все достаточно дорого будет, поэтому экранизировать не стали. Кстати, касательно экранизаций. Для первого издания Конан Варвара Фразетта тоже сделал обложку. Причем обложка его очень сильно отличалась от того, что ждало читателей внутри книги. Там был изображен Конан, который стоял на груди, на целой горе трупов, ногу его обнимала женщина, он немножко ухмылялся, держал в руках меч. И сами авторы книги говорят, слушай, а такой сцены-то в книжке не было. Он говорит, не судите о книжке по обложке. Это философия. Но перейдем к дальнейшим картинам, которых тоже хочется рассказать. Другой очень известной его серии иллюстраций, как я говорил, была посвящена книге «Марсианские хроники» Бироуза. Не Рея Брэдбери, не путайте. Есть «Марсианские хроники» Рея Брэдбери, такое очень высокохудожественное произведение. И есть Эдгар Бироуз, который также написал книжки про Тарзана. Там ничего высокохудожественного нет. Но зато там такая литература, где экшен, кровь кишки расфигачила. Что мне здесь понравилось? Что сама по себе футболка выпущена в такой немножко ретро-манере. Рукава три четверти, тоже такая ретро-надпись, хаф и фразета. И одна из иллюстраций из этой серии. Еще у нас есть вот такая, тоже не совсем, наверное, стандартная для хафа вариация, где уже кусочек картины франко-фразеты вышед. Что интересно в этой картине? Что эту картину позднее цитировал еще и такой великий, не побоюсь этого слова, иллюстратор, автор комиксов и художник Вон Баде. Правда, там была изображена не вот такая вот привлекательная женщина, а более такая карикатурная и даже немножко мультипликационная, но тоже картина стала очень знаменитой. Кстати, Вон Баде один из отцов граффицы. Первые граффичики очень часто копировали работы из его комиксов и переносили их на стены электричек или просто стены, которые расписывали. Я думаю, что будут обязательно коллабы с господином Баде. О них мы тоже как-нибудь расскажем. Ну и вот такой интересный лонгслив, который отражает тоже один из, в принципе, привычных для Фрэнка Фразеты сюжетов. То есть некая полуголая женщина убивает мужчину. Все это очень эпично, все это очень фэнтезийно. Вообще, Фразета один из родоначальников вот этого вот жанра, когда все женщины были либо полуголые, сражались, либо в неких таких миниатюрных бронелифчиках, не побоюсь этого слова. И все это он культивировал. Понятное дело, всем это нравилось. Кстати, один из его персонажей, а именно Вэмперелла, это такая девушка, которая питалась кровью, прилетевшей к нам с планеты Дракулон, чтобы бороться с нечистью. Интересная, да, задумка? Ее каноничный внешний вид, а именно очень-очень такой маленький купальник красного цвета, высокие сапоги, черные волосы, такая вот вся внешность, придумал именно господин Фразета. Позднее она поменялась по фигуре, стала, скажем так, более фигуристой, но в первых работах, ну первое каноническое изображение Фразета, оно было, можете посмотреть, он придумал внешний вид вот этой вот Вэмпереллы. Кстати, со временем он отказался, если посмотреть его первые картины, там девушки, скажем так, такого очень спортивно-атлетичного телосложения, но со временем он, скажем так, перешел к более округлым формам, что, кстати, видно еще и на вот этой доске, которая тоже входит в коллаборацию Хафа и Фразеты. Здесь мы видим замечательную кошку. Котята и женщины, что еще нам нужно, друзья, да? Какой к черту скейтбординг? Котята и женщины. Ну и, конечно, еще может быть тяжелый металл. Тоже персонаж, тоже, кстати, картины из серии DevDealer, про которую я рассказывал. Вот такая вот неплохая, небольшая, но очень яркая подборка Хафа и Фразеты. Лично мое мнение, почему мне вообще этот коллаб понравился, что Хаф, в принципе, он выбирает партнеров для коллабораций все время очень нетипичных и интересных. И то, что в очередной раз был пролит свет на человека, про которого, ну да, на каких-то, наверное, форумах по научной фантастике, среди любителей вот этого всего фантазийно-гиковского, конечно, помнят. Но, по сути дела, как художник, он забыт. А зря. Потому что он рисовал действительно интересные картины, которые будоражили нас, особенно вот эти его полуголые женщины. Вот. И делал это очень хорошо. Вот такие вот фантазийные картинки. Я сам вспоминаю, как в детстве у нас большое количество книг фантастики издавалось, ну, с его картинами, с картинами Бориса Валеха. Причем неважно, что изначально эти картины рисовались совершенно для других книг, совершенно там для других каких-то подборок. Нет, зачем? Миры фантастики семь, пожалуйста. Херак, полуголая женщина, убитый демон. Покупай. Вот. Сколько я таких книжек в детстве прочитал, вы не представляете. Наверное, их и сейчас на каких-то развалах можно найти, но это уже немножечко лирическое отступление. Так вот, возвращаясь, приятно, что ХАВ поддерживает такие коллаборации. Приятно, что пробивает свет на такое произведение. И тоже немножко такой мотивационной речи от меня. Друзья, если вы вдруг сами выжигаете напильником, пилите лобзиком, рисуете какие-то странные картинки, которые всем кажутся идиотизмом, а вы с упорством продолжаете это делать, может быть, даже иногда не понимая, почему, и в это же время вы не находитесь под веществами, а просто вам это нравится делать, продолжайте. Вполне вероятно, что придет время, и люди поймут, люди начнут покупать. А может быть, вы умрете и после смерти станете знаменитыми. Это всегда очень клево, хотя лучше, конечно, не умирать. Ну и сейчас небольшой конкурс традиционно. Давайте разыграем вот эту вот замечательную футболку с рукавами на три четверти. Честно сказать, наверное, мой фаворит во всей этой коллекции из одежды, не считая доски, но доску не хочу разыгрывать с вами. Вот. Опять творческий конкурс. Творчески ставим лайк, творчески подписываемся на канал Squatboard Shop, творчески оставляем комментарий, где в доступных, хороших выражениях. Говорим, почему нам нравится Squatboard Shop, что можно улучшить. Хотя что здесь можно улучшить? Здесь все идеально. И самое главное, делаем репост из группы ВКонтакте. На всякий случай, все это будет также прописано в описании к видео. Но кто читает эти самые описания к видео, когда можно послушать такие рассказы, какие я вам здесь рассказываю. Хав, друзья, Фразета, Борд Squat Shop. Скейтбординг.